В Новосибирской области, Кемеровской области. Более 250 спортсменов Сибирского федерального округа стали участниками третьего этапа спартакиада учащихся России по лёгкой атлетике. Престижные соревнования атлетов 16-17 лет принимал спортивный комплекс «Сибирский нефтяник». Нам доверили, потому что у нас всё-таки стадион, который мы буквально в последнее время оборудовали экологическим оборудованием, позволяет проводить такого уровня соревнования. И нам очень приятно, конечно, что это, по мнению некоторых специалистов, является одним из лучших в Сибирском регионе стадионов. Ну и то, что Омская область имеет репутацию как одного из сильнейших регионов именно в этом виде спорта, поэтому тут, наверное, это закономерно, то, что мы проводим третий этап. Выявляли сильнейших в беге на различных дистанциях, в многоборье, прыжках в длину, высоту, с шестом, метании копья и диска. Борьба за право выхода в финал спартакиады получилась упорной. Участники все высококвалифицированы для своего возраста. Это лучшие представители в возрасте 96-98 годов рождения. Это цвет лёгкой атлетики в этом возрасте. Например, буквально 5 минут назад был выполнен норматив мастера спорта в прыжках в шестом. Да, ожидала, так как на тренировках получалось и надеялась, что тут тоже выйдет очень хорошо. На нервах. Я попробовала следующую высоту, но не могу. У меня мандраж все трясет, столько эмоций. По итогам соревнований будет сформирована сборная команды Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике для участия в решающем этапе. Финальные соревнования 4-й летней спартакиады учащихся России пройдут с 25 по 29 июля в Пензе. Продолжение следует...